Всем привет! Вы на канале правильный выбор. Сегодня обзор посвящен электрическому чайнику Redmond RK M1571. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашим комментариям и лайкам. А теперь начнем. Подписка на канал и активированный колокольчик позволяет вам не пропускать выход нового обзора. Компактный электрический чайник со светодиодным индикатором работы удобно разместиться на маленькой кухне, в небольшом офисе или административном помещении. Он за несколько минут вскипятит воду, чтобы наполнить 3-4 кружки и автоматически отключится после закипания. Модель M1571 изготовлена из пластика и нержавеющей стали. Материалы корпуса устойчивы к появлению царапин, коррозии. Мощности 1000 ватт достаточно, чтобы быстро подогреть 1 литр воды. Чайник M1571 может долго сохранять тепло. Внутренняя стальная колба с двойными стенками долго не дает кипятку остыть. Внешнее адиабатное покрытие предотвращает ожоги. Вы не обожжете руки, если случайно коснетесь корпуса. С M1571 вы сможете заварить кофе, чай даже спустя некоторое время после того, как чайник закипел. Вам не придется кипятить воду повторно, поскольку двойной корпус чайника хорошо сохраняет температуру воды. Благодаря встроенному защитному контроллеру пользоваться электрочайником удобно и безопасно. Датчики срабатывают автоматически, если вы случайно забыли налить воду в чайник. Также не нужно контролировать работу прибора после закипания, он отключится самостоятельно. Контактная группа Strix гарантирует длительный период работы прибора не менее 12 тысяч с циклов закипания. Электрический чайник от Redmond будет исправно функционировать долгое время. Контакты расположены в центральной части подставки и чайник свободно вращается вокруг своей оси. Почему это удобно? Вы можете легко развернуть прибор в любую сторону. Горячий пар из носика не повредит мебель, стены, а вы убережете себя и окружающих от случайных ожогов. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Медленно закипает. Немного тяжеловат по весу. Воняет. Автоотключение лотерея. Отсутствует индикатор уровня воды. 1 литр емкости. Не отключается без воды. Нет мелкого фильтра от накипи. Теперь перейдем к положительным. Небольшой чайник и не занимает много места. Цельная колба из нержавейки никогда не протечет. Двойные стенки невозможно обжечься, а также эффект термоса. Небольшая мощность экономит электроэнергию. Красивый дизайн и качество изготовления. Объем. Почти полностью металл внутри. Легко залезть внутрь для очистки. Не пропустите новый обзор, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Уделите немного времени обратной связи. Поучаствуйте в обсуждении в комментариях и не забудьте поставить лайк. До скорой встречи на канале Правильный Выбор.